Здравствуйте. Меня зовут Андрей Зайцев. Я программист JetBrains. Со стажем уже 7 лет я разрабатываю IDE. Уже на этом немножко повернут. Решаю разные проблемы. О одну из них сегодня буду рассказывать. Проблема про UI. За эти 7 лет, что я разрабатываю IDE, у нее довольно большой юзер-интерфейс есть. И ни разу не получилось так, чтобы мне понравилось, как написан UI. И сейчас я активно пытаюсь решать эту проблему. Я пытаюсь придумать, как писать UI. Ну, естественно, не сам придумать, не вот с нуля, а пытаюсь что-то. Что-то использовать, что доказало свою жизнеспособность. И как-то это переосмыслить и продвинуть дальше. Кто слышал про библиотеку React? Кто знает, как она работает? Отлично. Мы сегодня его напишем. Вот ток Коли закончился очень быстро. Вот мне кажется, что этот ток будет продолжением, потому что программировать его будем на КЛОЖе. Ну, давайте начнем. Ну, во-первых, зачем все и вообще как дело обстоит? Все очень плохо. Вот эти предметы есть. Это платформы, под которые можно программировать UI. И всем нам, так или иначе, ну, не всем нам, но многим из нас часто приходится это делать. Ну, то есть хотим мы, не хотим, нам нужно приложение под iOS, нам нужен какой-то фронтенд на JavaScript или там Mac нативное приложение, я не знаю, под Linux, может быть. Короче, куча UI-ных платформ, вот это платформы все. Вот для каждой из этих платформ есть какие-то фреймворки, там, Какао, Кока-Тач, там, на Андроиде, там, вот что-то, вот Java X-Fing, тут уже фреймворк, вот, вот, вот. Ну, то есть платформ там мало, а вот это вот фреймворки. Каждый из них, между ними есть кое-что общее. Каждый из них вот представляет наружу некоторый объектно-ориентированный интерфейс. Ну, это понятно, почему происходит так, почему они все вот именно объектно-ориентированные и никакие иначе. Потому что это очень удобно писать UI-ный фреймворк именно в таком виде. Потому что объект и виджет — это такая единица кэширования текстуры для джельной поверхности. Это вот единица, которая хранит в себе какие-то данные, кэширует их, когда им сеттуют какие-то проперти, а она это что-нибудь инвалидирует и там просит себя перерисовать. Вот понятно, потому что если бы я писал UI-ный фреймворк, я бы тоже писал их текстуры, потому что удобно. Единица стейта. Все виджеты, они связаны в иерархию, но по большей части так-то независимо себя ведут, там, ивенты обрабатывают все, и понятно. Вопп там хорошо работает. Но еще у нас есть, кроме вот этих большого количества… Вот каждая из этих платформы определяет язык программирования, на который вы будете писать UI. Под iOS вы будете писать на Objective-те или Swift-те, под Android вы будете писать на Java или Kotlin, на там… ну и все остальное, в общем. Ну, то есть, если, скажем, вы программируете на Haskell, то вам вообще тяжело придется. Либо заставляет вас писать биндинги в ваш рантайм, в ваш язык, с вами как-то связываться. В общем, тоже тяжело приходится. Интересную позицию здесь занимает JavaScript на самом деле, потому что он претендует на роль такого универсального языка для написания UI по той причине, что в него писать биндинги очень легко, и JavaScript-машины сейчас очень маленькие, их легко везде вставлять. Вот там JavaScript-кор вот работает на Android на IOS. Это какой-то… Так вот, у нас много языков и рантаймов. Ну вот, если мы забудем про все, что я сейчас говорил, вообще с написанием UI есть свои сложности. Почему он превращается в лапшу постоянно? Какие там предметные сложности? Не те связанные, которые исторические какие-то, а вот на самом деле, почему сложно писать UI? Есть два источника комплексити в UI. На мой такой философский взгляд, вот я пытаюсь об этом думать, и я вижу две проблемы. Первая из них – это понятно что. Это то, что Rich Hickey называет Place-Arended Programming. Это мутабельное программирование. Когда мы меняем вещи in place, пытаясь представлять с помощью этого время. Когда мы, скажем, обработали события от пользователя, он нажал кнопку, мы пошли в этом обработчике менять состояние UI, потому что он на кнопку нажал, кнопку там скрыть надо, что-нибудь показать, какой-нибудь счетчик увеличить, какой-нибудь лейбл скрыть и так далее. Это кошмар. Потому что, когда мы так делаем, мы во время этого мутейшена потом… Он не композируется. В некоторый момент мы начинаем читать данные, которые сами только что записали, а думаем, что читаем старые, например. Это все вот проблема мутабельного мира. Вот когда мутейшен перемежать с чтением, вот это и начинается. Модул в контроле здесь не помогает. Ну, то есть помогает, но не сильно. Все же… Я вот сейчас сказал, что я обработал клик и сейчас пойду менять лейблы руками. Я что, сумасшедший что ли? Так же делать никто не будет. У них же модель есть, да? Model View Controller. Ты меняй модель, а модель потом сама разошлет нотификации, чтобы UI обновить и так далее. Так вот это не помогает до тех пор, пока модель тоже мутабельная. Когда вы будете обновлять модели, она будет рассылать нотификации, вы будете читать данные модели, еще не дописанные или уже записанные, и об этом не знать. Там та же самая проблема появится. Второй большой источник complexity – это я ее называю monkey-патчинг. Это про то, что как нам обновить UI-то, собственно. Ну, надо над ним сделать какие-то операции, чтобы перевести его в нужное, правильное состояние. Чтобы это сделать, надо хотя бы знать, в каком состоянии UI-то был до того, как мы получили этот ивент. Ну, об этом можно только предполагать. Мы знаем только часть этих данных, но вообще кнопка, она там висит, так она давно там висит. UI поменялся уже сто раз. И вот сработал этот ивент. Теперь у нас много стейтов и много транзишенов между этими стейтами. Это такая стоит машина. В каждом состоянии UI у нас случается какой-то ивент, и мы должны его перевести в новое состояние UI. Вот количество стейтов в UI огромное. Количество транзишенов – это количество возможных user interaction. Это комбинаторный взрыв. Здесь нам тоже помогает модель, введение понятия модели, когда мы модель – это какое-то упрощение, упрощенное представление чего-либо. В частности, UI. Вот модель UI – это нормальное представление состояния UI. То есть нормализованное в смысле базы данных, например. Ну и вот хорошо. Мы уже договорились, что модель должна быть иммутабельная, что ивент должен работать с моделью, а не с UI напрямую. Вот у нас была старая модель, был какой-то состояние UI, которое ей соответствовало. У нас подействовал ивент на модель. Ну хорошо, мы модель перевели корректно в новое состояние, потому что мы уменьшили размерность первой множителя. Мы уменьшили количество стейтов возможных, в которых мы находились. Да? И вот мы перешли в новое состояние модели. А с UI-м-то что делать? И вот как от старого UI перейти к новому UI? В 2014 году Facebook релизит React. React предъявляет конкретный алгоритм, строгий, понятный алгоритм, который применим в случае дом-деревьев. Когда мы на вебе, мы умеем из старого состояния UI и новой модели, то есть элемента нашего в терминах React, перейти к новому состоянию UI. это позволяет нам принести функциональное программирование в UI. Теперь мы можем писать наши компоненты как чистые функции, а чистые функции очень хорошо композируются. Как чистые функции от модели, вот в некоторое представление UI, знай себе, пиши эти функции, а алгоритм reconcile, написанный Facebook, будет приводить грязный вот этот вот мутабельный мир дома в правильное состояние. Ну, React — это про JS. Во-вторых, кроссплатформенное ли это? Ну, вообще-то да. Ну, то есть React Native есть, да, но только какой ценой получается кроссплатформенное? Во-первых, мы заставляем… Во-первых, React устроен так, что нам потребуется написать биндинги в JS для того, чтобы поддержать нашу платформу в React Native. Во-вторых, нам придется нашу модель виджетов, нашу модель объектов, вот как ModelView там, что у них, натянуть на модель дома, на том, чтобы были дома элементы, чтобы у них были атрибуты, и у них были дети. Не всякая UI на модель такая. Я вам даже скажу, что Cocoa совсем не такая. Вот. Мы можем лучше. Я верю, что мы можем лучше, чем React. Как бы первый пункт в этой большой программе – это соображение, что общий язык между всеми платформами, языками программирования, между Haskell и JavaScript, между Closure и Objective-C – это не C-шные вызовы, не Java методы, не какой-то там не RPC, а это данные. Вот на любом языке можно стерилизовать JSON, на любом языке можно прочитать JSON, можно протабуф, можно фрешен, можно whatever там еще, но это просто какие-то данные, которые можно стерилизовать, которые вот, про которые сегодня Николай много разговаривал. Давайте представим нашу функцию reconcile как чистую функцию, нормальную функцию. Она принимает старое состояние UI, новый элемент, в котором как бы запечатана на самом деле модель, это вот сид, из которого надо распечатать весь UI. Как это происходит, я попозже чуть расскажу для тех, кто не знает, что такое React. Мы переходим в новое состояние UI и порождаем стопку апдейтов. Стопка апдейтов – это данные. Это что надо делать, чтобы перевести старое состояние в новое состояние UI. То есть сама функция reconcile, она чистая, она ничего не делает. Она не лезет в дом, она ничего там не настраивает, она вот просто говорит нам, что делать. Апдейты бывают в нашей системе пяти сортов. Это создай, пожалуйста, объект на той стороне, там за стеной, где у тебя там дом живет. Сколько у меня времени? Секундочку. 20 минут осталось? Так вот, первый апдейт – это создай ноду. Нода создай такого типа, скажем, там какой-нибудь NSView или, я не знаю, div. И айдишка у нее будет пять. Вот в следующий раз, когда я тебе скажу пять, я буду иметь в виду вот эту самую ноду, которую я только что попросил тебя создать. Поставь ей атрибут. Ну, такой-то атрибут, там, скажем, title-баттону поставь, вот такой-то. Добавь, пожалуйста, в коллекцию. Ну, то есть, если, например, у diva есть набор children, то вот добавь, пожалуйста, child. Если, ну, здесь нигде не сказано, что коллекция всего одна, что children всего одни бывают. Вот. Добавь в такую-то коллекцию, в такой-то ноде, в такой-то объект или значение, неважно. Или убери. Последний апдейт – это уничтожь эту ноду, она нам больше точно не понадобится. И вот. Давайте напишем очень быстро, за 10 минут мы напишем сейчас react. Значит, вот это у нас будет примитивный элемент. Он кодируется вот такой мапой. У нее есть ключ type, там написано, что это div. Propsy – это какое-нибудь, какое-нибудь, любое значение, которое отвечает понятию атрибуты в реакте, да, элемент. И есть набор children рекурсивно. Второй тип элементов, который тоже может появляться в children. Это пользовательский элемент. Это компонент, который написал пользователь. Это вектор. У него на первом месте стоит функция, а на втором месте и дальше, на всех остальных местах, стоят какие-то аргументы. Семантика у этих штук такая. Нет, не такая. Мы берем вот этот лейбл, то есть я react, я смотрю вот на эту штуку, вижу лейбл написано. Значит, есть функция такая, лейбл. Я беру, вызываю, применяю эту функцию вот ко всем этим аргументам, которые перечислены там. Она мне возвращает другой элемент. Возможно, тоже такой же, а возможно, вот тот с мэпом. Я рекурсивно это продолжаю по children и так далее. Разворачиваю тем самым дерево UI. То есть вот семантика работы react, она такая. Давайте напишем функцию reconcile. Ну, как я уже сказал, бывает же двух типов элементов. Во-первых, первое соображение, вот первый if. Давайте на него посмотрим внимательно. Там написано, что если был старый компонент какой-то, вот этот UI, который там в reconcile, вот там написан, вот здесь UI, это в этом коде это компонент. Это рекурсивная структура данных. Сейчас мы посмотрим, как она выглядит. Мы ее будем строить и заодно увидим, как она устроена. Вот мы, если был какой-то компонент, а тип у элемента и у типу старого компонента, вот они не совпали, значит мы точно не будем пытаться сделать из кнопки checkbox. Мы просто выбросим кнопку и сделаем checkbox. То есть мы положим, вот контекст это то, где мы копим update. Мы их просто копим и возвращаем. Мы туда положим update про то, что надо уничтожить эту ноду просто и все. И зарекуримся с nil без компонента пойдем. Заходим снова в эту функцию. Видим, о, компонента нету, пошли разбираться, что за элемент. Ну это либо вектор, либо map. Да? То есть либо пользовательский, либо встроенный, примитивный. Это весь reconcile пользовательского компонента. Все, что нам надо сделать, это вот этот вектор. Все понимают, что это за синтаксис? Вот render, end, arcs, as, element. Нет? Это destructuring. Это вектор. Мы разобрали вектор, сказали, что первый его элемент это render, остальные это argi. А весь вектор целиком называется element. Это все, что нужно знать про destructuring пока. Итак, мы рекурсивно вызываем reconcile для результата рендера. Вот мы вызвали функцию apply, это мы вызвали функцию render от аргументов. Он нам вернул новый элемент какой-то. Вот он раскрылся во что-то. И мы взяли его зареконсайлили с тем, во что он раскрывался вчера. Это вот ключик subst в компоненте. Какой-нибудь вопрос можно задать сейчас, чтобы если что-то точно непонятно. Компонент это инстанцированный элемент. Ну то есть компонент это что-то, что уже существует. Это старое состояние UI. А элемент это желаемое новое состояние UI, которое мы хотим получить. Ну вот мы вызвали рекурсивно reconcile от старого, во что он вчера раскрывался, с тем, во что он сейчас раскрылся. Получили оттуда новый substitution. Записали его в компонент. Кроме substitution мы еще записали туда ноду. Это номер div, который там существует. У пользовательского компонента div всегда тот же самый, что у его substitution. Потому что пользовательский компонент, который мы написали, label, он сам по себе никакую ноду не создает. Он раскрывается в примитивный компонент. Это для него нода будет создана. Вот это вот шаг раскрытия. Это вторая функция. Чуть сложнее, но не сильно. Как реконслилить примитивный элемент? Мы знаем, что это map. В нем есть ключи children, props и все. Ну мы, если надо, создадим ноду, если не было вообще никакой ноды. Вот это первая строчка, let, первая переменная. Вот ноды, контекст. Мы вычислили ноду для данного компонента. Потом мы пошли реконслилить детей. Вызвали для этого магическую функцию reconcile children. Мы в нее потом пойдем. Она еще больше. Там вся сложность реакта, все прям про ключи всякие. И вот эти вот диф, вот то, что говорят, потому что диф это какой-то дом, вот это все там будет. А здесь все должно быть просто. Мы взяли старые пропсы. Мы взяли новые пропсы. Если вот этот синтаксис можно не читать, здесь написано, что если пропсы отличаются, то, пожалуйста, добавь вот такой апдейт. Обнови пропсы для этой ноды. Все, здесь больше ничего не происходит. В компонент положили ноду, которую только что либо получили, либо взяли старую. Записали туда новый элемент. Записали туда новых детей. Все, больше ничего здесь не было. Понятная функция? Или по синтаксису непонятно? Вот лучше спросить, что конкретно тяжело. Какое место? Все? Ну, хотя бы слова-то я понятные сказал. Замечательно. Кот здесь так, для запугивания. Вторая функция, очень сложная, но последняя. Reconcile Children. Как нам реконсайлить всех детей, да? Значит, смотрите, у нас есть старый набор детей, сколько-то там, и новый набор детей, которые перемешались, добавились какие-то, какие-то удалились, черт по-моему, что произошло. Нам надо понять, как минимально поменять дом условный, чтобы все получилось. Ну как, давайте сначала поймем, какие дети… Ну, во-первых, для того, чтобы identity ребенка у парента – это кий. Он записан в… Ну, там, либо в мете у вектора, либо внутри мапы прямо ключик записан. Кий. Да? Вот, то есть мы понимаем, что это один и тот же ребенок по смыслу, если у них совпадает ключ. Был такой, стал такой, вот ключ у них одинаковый, значит, надо попарно их реконсайлить друг с другом. Итак, сначала разобремся с последовательностью. Ну, то есть какие элементы на самом деле остались на месте? Давайте поймем. Есть такой алгоритм, называется longest common subsequence. Он берет два секунса и пытается понять, какие элементы максимально подряд стоят, ну, максимально сохраняют порядок. Работает за квадрат. Мы его здесь вызываем. Это на Java написанная очень быстрая функция, которая берет два массива intов и понимает, какая наибольшая общая подпоследовательность у них. LCS. Мы взяли старые ключи, новые ключи, получили представление о том, какой компонент помувался. Окей? То есть старые ключи сходили и достали, новые ключи сходили и достали, новые ключи сложили в сет. Насчитали вот этот предикат, помувался ли данный child. Потом пошли и убили всех, и убили всех, кого вообще нету в сете новых ключей. То есть если там был child какой-то, у него был какой-то ключ в новых чередах, вообще такого с ключом нету, с таким, то его точно надо убить. Это здесь написано, вот destroy написано. Вот видите. Убираем компонент c, который находился в children, и он не содержался в новом кейсете. Сложная часть функции. Здесь написано такое. Надо пробежаться по новому массиву детей по порядочку за номером вафе. Вот нижняя строчка. Читайте снизу всегда. Справа налево, снизу вверх. Reduce, видите, здоровый такой. Значит, здесь написано следующее. Вот видишь нового ребенка, в нем ключ есть. Достань из… Найди старого ребенка с таким же ключом. Ну, понятно. И нам их друг против друга сделать. Reconcile. Вызвали reconcile. Ну и все. А дальше мы… Те, которые надо убрать, мы убрали. Те, которые надо добавить, мы добавили. Лукапаясь в тот самый сет. Сет тех ключей, которые помолвался. Все. Это весь реакт. Ну, я утрирую на самом деле немножко, потому что у нас все функции, все компоненты, все чистые. У нас не было нигде стейта. Но стейт туда добавляются естественным образом. Туда вообще много чего можно добавить. Вот мы и добавили. Мы построили вместо… Сколько еще времени? Замечательно. Так вот. Мы туда много чего добавили. Мы туда добавили… Давайте посмотрим, на что похоже вот эта семантика раскрытия вот… Что происходит, господи? Вот этого, вот этого, вот в это. Когда мы расписываем вот этот лейбл вот в такую штуку, а там и снова такой лейбл. Лейбл раскрылся в лейбл, потом он снова раскрылся во что-нибудь еще, а потом получилось какое-то значение. А потом мы… Children, вот эта рекурсия, она на что похожа? На переписывание чего? Да, на macroexpand похоже. Вообще похоже на самом деле на интерпретатор. То есть React на самом деле это такой лейбл. Ну немножко странненький. Но в целом лейбл. Ну то есть на него можно посмотреть так. Я не говорю, что о нем так думают и что так правильно на него смотреть или неправильно. Я говорю, что на него можно так посмотреть. И можно reconcile написать так, как будто бы это лейбл интерпретатор. Мы это сделали. Значит, мы туда добавили… Что есть… Как выглядит лейбл интерпретатор? Кто-нибудь помнит вообще? Как вот он… Что… Функция eval что принимает? Какие параметры в функции eval? Expression, что еще? Environment. Environment очень важно. У нас environment не было. Почему злые такие были? У нас environment не было. Environment-то надо получить, чтобы… Потому что в реакте мы не можем один и тот же компонент зареферить два раза. Мы не можем… Ну представим себе дом такой странненький, в который можно было бы компонент зареферить в двух массивах детей сразу. Сослаться из двух штук на один и тот же объект. Почему мы не можем этого сделать? Потому что у нас нет переменных. Мы не можем объявить переменную в реакте. Так давайте сделаем, чтобы можно было. Что такое объявить переменную в реакте? Это значит добавить ее в environment. Environment-интерпретатор. Какое правило добавляет переменную в environment в lisp-интерпретаторе? Eval чего? Какой expression надо заевались, чтобы environment вообще потрогать? Мы его там… Если кто-нибудь может вдруг помнить lisp-интерпретатор, то мы таскаем просто этот environment везде за собой, очень скучно. Но в одном единственном месте мы его меняем. в каком? Let. А let это что такое? А? Да, но на самом деле let это макрос. Его… Он не нужен. Что на самом деле нужно? Apply. Apply lambda. Это application lambda добавляет в environment новые переменные. То есть на самом деле, если мы хотим объявить переменную и у нас нету бандингов, нам нужно задать лямбду и передать туда какое-то значение. И вот внутри этой лямбды это x, который мы там получили, и будет наша переменная, верно? И let любой можно переписать как apply просто. Ну вот мы это и сделали. И теперь мы получили reconcile произвольных графов вместо деревьев. Это уже больше похоже на Cocoa, например, или на какую-нибудь любую объектную систему там за стеной. Да? Ну то есть в нативе где-нибудь или еще что-то. Вот это и есть функция. Это и есть про apply. Мы на самом деле взяли за reconcile сначала аргументы функции, а потом за reconcile substitution. Во что эта лямбда нам вернула? Можно не вдумываться здесь, но смысл такой, что у тебя есть псевдоэлемент такой, apply называется. На первом месте стоит лямбда, потом у нее стоит какое-то количество аргументов. Мы берем лямбду, мы сначала reconcile все эти аргументы, получаем оттуда компоненты. Эти компоненты подмешиваем в environment и с этим environment reconcile результат выполнения этой лямбды. Ну вот и все. Мы можем добавлять разные языковые конструкции туда, в этот лист, но заметьте, что происходит в этот момент. Вот тот массив апдейтов, который я показал, эти пять штук, пять сортов апдейтов дома, они никуда не денутся, они не поменяются. Как на вашем хастовом языке, на вашем хаске, или какая бы ни была, вот эту мы библиотеку называем нори, какая бы ни была разновидность реализации диалекта нори, апдейты не сломаются. Любая реализация драйвера на хасте, скажем, на какао, на Windows, на доме, какая бы она ни была написана, она продолжит работать, потому что она делает понятно что. Она берет эти пять апдейтов и накатывает их по очереди совершенно в тупую. А на нашем стороне, на стороне функционального программирования мы можем реализовать reconcile как к душе угодно. Совершенно вот. Поэтому я говорю, что это мета-библиотека. То есть это не библиотека для хаски, для написания UI, или для кложи, для написания UI. Это мета-библиотека, потому что мы этот reconcile портируем за один день на любой язык программирования, потому что то, что я вам сейчас только показал, это было 80 с чем-то строчек кода. А по мощности это эквивалент реактора, на самом деле. Но при этом любому имплементеру этого алгоритма, любому, кто портирует этот алгоритм на свой язык программирования, доступны сразу все платформы. Почему abstract reconciliation? Потому что на самом деле мы нигде не говорили про DOM сейчас. Ну то есть мы написали сейчас простенькую версию Nori, на самом деле Nori ничего не знает про DOM. Она не 80 строчек, она сейчас 500 строчек, но я надеюсь, больше расти не будет. Ну вот в чем можно реконсайлить? Можно реконсайлить компьютеры в клауде, можно? Ну правда у нас была конфигурация, мы запустили там кучу машин, сейчас мы поменяли конфигурацию, надо понять, какие компьютеры заново, которые надо включить вот теперь. Запустить, реконсайлить, понять. Денормализовывать любой стейт. Можно вот VR реконсайлить, про который сегодня утром рассказывали, про Haskell. Давайте я вам что-нибудь… Сколько у меня еще времени? Говорить не буду, покажу, что получилось. Вот у нас есть нативное приложение, это UI для IDE, естественно, я больше ничем не занимаюсь. Я программирую IDE уже много лет. Так вот, и вот этот UI, все, что здесь есть, здесь есть совершенно немного. Так, сейчас. Ну вот какой-то go to file работает. Вот редактор. Ну редактор мы написали свой, и он арендерится целиком тоже этим же движком. Ну вот, тут можно что-нибудь… Все шутцы работают. Ничего не тормозит. Но это не все, потому что… Потому что на самом деле есть еще штука, которая показывает точно такой же UI, только в браузере, и не такой же, а сверстанный на доме. Такое же дерево проекта. Их даже можно, наверное, открыть сайт-бай-сайт, и ничего особо не сломается. Давайте мы их как-нибудь расположим поинтереснее. Ну и вот, скажем, мы можем здесь нажать go to class. Все очень синхронно. Это просто одно и то же. Потому что мы одним и тем же движком рендерим в две разные штуки. То есть он работает GVM, к ней подключаются клиенты и каково-приложение. Они… Там разный UI написан, но рендерит один и тот же движок. Я, наверное, что-то забыл сказать, но это уже не важно. Вот, собственно, та настоящая нори, которая написана, которая более общая, чем то, что мы показал, потому что она не оперирует только домом, она работает с произвольными атрибутами, у нее есть схема. Ты говоришь, что, скажем, по такому атрибуту у тебя лежит объект какой-то, по такому атрибуту у тебя лежит вектор чего-нибудь, а по такому у тебя еще там какие-нибудь children и вторые есть, я не знаю, все что угодно. Эти children и упорядочены, эти не упорядочены. Ну, то есть там такая более навороченная штука. Вот она лежит вот там. Все. Вопросы? Вижу. Спасибо за доклад. У меня вопрос, а насколько большой вот код именно под каждую платформу, чтобы вот эти апдейты применить? Ну, то есть я понимаю, что скорее всего не очень большой, но примерно объемы. Ну, для JavaScript, вот для дома у нас там порядка 600 строчек кода про то, чтобы обходиться со всеми квирками дома, чтобы можно было нормально. Потому что мы, это то, что я сейчас рассказал, это на самом деле трейдов. Мы, когда я сказал, что мы сделали чисто реконсайл и отложили апдейты на провод, положили их, мы на самом деле кое-чего лишились. Мы лишились прямого доступа к дому. Мы теперь не можем из React-компонента пойти и руками поковырять дом. Вот. Для этого приходится пропиливать дырочки самому. Вот. Ну, то есть через property, заводить новые специальные property, например, или что-нибудь такое. Вот. Ну и такого вот кода сейчас для того, чтобы вот написать все, что вот здесь видели на стороне, на джаваскрипте, просто на ванильном джаваскрипте, на голом написано просто 600 строчек кода и все. А для macOS? Для macOS побольше, потому что там требуется немножко ручной работы для стерилизации некоторых типов данных. Скажем, там же не все объекты. Ну, например, мы гоним какой-нибудь NS-ректangle, да, вот по сети. И он там пришел в JSON, его надо распаковать, создать NS-ректangle, завернуть его там в NS-value. То есть вот такая механическая работа есть, но основная часть работы полностью выполняется за счет рефлекшена Objective-C, ну, то есть не рефлекшен, а key-value coding, key-value observing, method swizzling, class swizzling, если вам знакомы эти слова, то мы все это используем. Для того, чтобы написать очень мало кода на Objective-C. Его реально очень мало. Я не считал сколько. Спасибо. Спасибо большое, Андрей. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...